Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня 16 июня. Сегодня не очень обычная тема разговора, но все равно актуальна. Я сегодня хочу ответить сразу на три вопроса. То есть осветить одну и ту же тему с трех сторон. Очень часто приходят вопросы, почему засыхают и отваливаются маленькие завязи огурцов. Еще вопросы. Обязательно ли нужен частый сбор урожая огурцов? Влияет ли это? Как спрашивают, правда ли, что если чаще собирать огурцы, то больше будет урожай? Это тоже и о огурцах-гигантах. Вот вы видите, вот об этом. Сейчас все расскажу вам. Когда у меня спрашивают, почему засыхают, желтеют, отваливаются молодые завязи огурцов, я почти всегда и уверенно отвечаю однозначно. Только от недостатка питания. Когда огурец здоровый, вот с такими большими мясистыми зелеными листьями, и когда ему хватает сил на то, чтобы выкормить вот всех этих маленьких огурчиков, нет никакой проблемы с завязями. Вот видите, они образуются и они все один за одним превращаются в полноценные огурчики. Но для того, чтобы показать наглядно, что это именно от недостатка питания, я решила провести один эксперимент, получила шокирующий результат, и сейчас все вам покажу. Вот это у меня огурец, сорт изумрудный поток. Вы видите, он даже у меня не входит в камеру, нужно на метр отходить, чтобы во всю длину его показать. Зачем такой большой огурец я оставила? Я знаю, что это вредно для огурца, я знаю, что нужно снимать урожай как можно чаще, даже ежедневно рекомендуется. Но прочитав комментарий у себя на канале YouTube одной зрительницы, что изумрудный поток может дать плоды огромные, у нее вырос больше килограмма, я думаю, ну-ка я выращу себе огурец-гигант и как раз посмотрю, зависит ли вот это пожелтение и отпадание вот этих молодых завязей от недостатка питания. Потому что я уже заранее знаю, что оставив вот такой огромный огурец, он будет брать все питание на себя, и все следующие молодые огурчики, они будут ущемлены и возможно даже не погибнут. И вот посмотрите, что произошло. Вот этот один огромный старый огурец уничтожил все последующие молодые завязи, несколько молодых огурцов. Смотрите, следующий после него пожелтел, засох, следующий пожелтел, засох, два, три пожелтел, еще не засох, но засохнет, четыре пожелтел, тоже засохнет, пять, и даже шестой, короче, шокирующий результат. Один старый огурец уничтожил шесть молодых, полностью перекрыл им дыхание, потому что он находится прямо перед ними. И все, что растение, трудолюбивый огурец, все, что берет с грунта, грунт у меня плодородный, хороший, он все вот забирает у них, смотрите, он ботеет все больше и больше, он жиреет, он увеличивается в размере. Я, наверное, сегодня после этого показываю, уничтожу его, уберу, потому что эксперимент действительно шокирующий. Один огурец в пятом-шестом поколении обрубил рот этого, как обрубил свой рот вообще на корню, не дал ни одному молодому огурцу полностью вызреть. Вот это еще раз доказывает то, что я и раньше знала, ну просто я вот когда всем говорю, ну кто-то считает это серьезной причиной, кто-то несерьезной, что если желтеют завязи у огурцов и не наливаются, это только недостаток питания. А недостаток питания, это не обязательно, что у вас плохая, например, почва неплодородная. Вы можете посадить огурец в хорошую плодородную почву, но если у него недостаточно развит вот этот листовой аппарат, именно вот эта зеленая масса, то ее будет недостаточно для того, чтобы выносить много огурцов. Иногда мы видим, что завязи образовываются много, но нет, эти все нормально. Иногда мы видим, что завязей много, вот такой срочно надо снимать огурец. Когда завязей много, но мелкие листики огурец еще не взрослый и маленький, и он просто лишнее сам сбрасывает. Вот эта саморегуляция огурцов, она работает, но очень хорошо. Он никогда лишние плоды на себе не выносит. Поэтому иногда нижние вот эти завязи первые, там сколько, две, три, четыре, люди убирают для того, чтобы сначала дать огурцу вырасти, войти вот в полную силу, потом с полной мощью, хорошо развитым вот этим зеленой массой, листовым аппаратом, сильным листовым аппаратом, начать качать вот это вот, прокачивать все эти маленькие огурчики. Вот результат эксперимента, можно подвести такой. Три вывода, которые я сделала. Обязательно нужно взрослые огурцы удалять. Они забирают очень много сил у всего общего куста, вот этого материнского. Если вы не будете вовремя оббирать огурцы, возможно, следующие завязи молодые не сформируются, пожелтеют и засохнут. Вот такой эксперимент по выращиванию великанов, когда мы оставляем семенные на семена, если сортовые это, они обычно плохо заканчиваются для других огурцов. Он, видите, какой огурец эгоист у меня вырос. Все, не дал никому больше питания, кроме себя. Еще раз повторю, оббирать ежедневно. Если желтеют, опадают завязи, значит, у огурца просто не хватает питания. Сделайте подкормку или настоем куриного помета, или просто перегноя добавьте, или просто азотосодержащим удобрением, или комплексом удобрением. Хоть чем, поддержите огурца своего, чтобы он нарастил хорошую зеленую массу. Дальше все будет прекрасно. А вот у меня плачевный результат. Я из-за своего попутливого ума, из-за этого пристрастия к экспериментам потеряла 6 прекрасных огурцов изумрудного потока. Но зато я теперь знаю точно, что изумрудный поток может быть великаном, но лучше этого не делать, потому что для куста по силам только один такой великан. Остальных уже не будет. Все, до свидания. С вами была Ольга Чернова. Это премудрость жизни наших растений, а именно огурцов. С вами был Игорь Негода.